Добрый день! Сегодня я хочу поговорить опять не по свойственной для меня теме, не о философии, а о физике, о квантовой механике, хотя буду касаться сугубо логических проблем квантовой механики, в частности многомировой интерпретации квантовой механики, предложенной Хью Веретом третьим в своей статье «Формулировка квантовой механики через соотнесение состояний». Наверное, всем знакома Веретовская трактовка, да? То есть в чем проблема была вообще квантовой механики, что у нас есть некий квантовый объект, квантовая система, она находится в некотором состоянии, суперпозиции множества состояний, и при измерении происходит коллапс воловой функции, и мы получаем одно из состояний, то есть, допустим, у нас система возможных состояний А и Б, при каждом измерении мы получаем либо А, либо Б с вероятностью предсказанной волновой функции, я поправляю меня, если что, буду не так говорить, но мы не можем сказать, в каком состоянии находилась система до измерения, она находилась в суперпозиции этих состояний. И проблема с интерпретацией квантовой механики была и в том, что куда делось второе состояние, то есть вот как это вот схлопнулась функция, она была, то есть и второе состояние пропало. Ну и Верет предложил такую интерпретацию, что оба состояния реализуются, или три состояния, четыре состояния у квантового объекта есть, в каждом измерении реализуется одно из них для каждого наблюдателя, но таких наблюдателей появляется множество, то есть при каждом измерении мир расщепляется на н миров по числу возможных состояний, и в каждом из этих миров есть копия наблюдателя, который наблюдает одну из возможных вариантов измерения. Да, да. Но это, я в данном случае рассказываю Эверетовскую интерпретацию. Вот. Сейчас мы не будем, скажем так, сейчас мы остановимся на том, что мы ее признаем, мы ее понимаем, и мы ее обсуждаем, а не как бы понимают вообще, что это такое. Вот. Значит, есть два пункта, основных два пункта Эверетовской интерпретации. Первый пункт, что при каждом измерении мир расщепляется на n-ное количество миров, в каждом из которых реализуется одно из возможных состояний, значит, n, миров. Вот. И второе, что миры равноценны. Ну, ничего, непонятно. Пункт. Первое расщепляется, второе, миры равноценны. То есть в каждом из миров появляется копия наблюдателя, который наблюдает свой, один из вариантов измерения, и никак он не может определить наличие других миров. То есть миры равноценны, то есть никакими измерениями он не может понять наличие других миров, а в других миров такие же наблюдатели получают другие варианты. Ну, обычно приводят такой вариант не с квантовой механикой, а с монеткой. То есть я монетку подбрасываю, у меня попал орел. А значит, в этот момент измерения, вот в этот момент, когда я попал орел, еще появился мир, расщепился, и мой двойник в другом мире с вероятностью 0,5 получил решку. Простите, но это же не наука, это же мистика какая-то. Ну я не виноват, что вы не знаете виретовскую трактовку. Да как вы же излагаете, я и сужу по тому, что вы излагаете какие-то параллельные миры, это же мистика. Я не знаю, что ответить. Я не знаю, что ответить, но это будет другая тема, обсуждать вообще адекватность, применимость эверетовской трактовки. То есть другая тема. Но в данном случае мы обсуждаем, она была предложена эверетам, множество физиков сказали, что ерунда, и не стали обращать на этого внимания. А многие физики действительно пользуются этой интерпретацией, она позволяет исключить редукцию волновой функции и объяснить, то есть хоть как-то физику, нормальную физику поддержать, что да, каждый мир классический, мир классический, каждый, да, а квантовый заключается только в том, что в каждый момент измерения мир расщепляется на n классических миров. они существуют параллельно. Значит, вот, допустим, у нас есть... О, да. Пробуем другое. Некое состояние квантовой системы какой-то. Есть некий наблюдатель. Есть некий наблюдатель. И в момент измерения у нас получилось состояние а их состояние этой змей распался на один из миров которым получилось из измерения а 2 втором мире получилось измерения b значит здесь будет наблюдатель скажем штрихë здесь наблюдатель два штриха то есть это копия этого наблюдателя один наблюдатель наблюдает измерения а другой наблюдает измерения в неважно с вероятностью может быть вираты меньше apl bти миним finally одинаковые, для рассуждений это без разницы. Ну и так далее. Это наблюдатель у нас физик, допустим. Он знает физику, квантовую механику, знает, ему и преподавали, и он знает, что если он проведет n-ное количество серий, 100, 200 серий измерений экземпляра квантового объекта, то он получит у себя распределение вероятности, предсказываемое волновой функцией. У него получится столько А и столько Б, результате измерений, что их соотношение будет предсказано волновой функцией. Значит, этот опять проводит измерения. Да, все у нас засохло. Сейчас еще попытаюсь найти еще один вариант. Этот наблюдатель тоже проводит измерения, у него опять получилось А и Б. Этот наблюдатель тоже проводит измерения, у него опять получилось А и у него получилось Б. Вот эта цепочка так и продолжает. Доблюдатель продолжает измерять, измерять, измерять и получает при каждом измерении расщепление новой миры. Правильно, Игорь? Можно. Ну хорошо, то есть так. Извините, если А и Б это собственное состояние некой физической величины, то потом уже никакого расщепления не произойдет? Он измеряет пантовый объект, такой же пантовый объект. Он, скажем, измеряет, берет следующий электрон, следующий электрон, то есть тот объект, который описывается волновой функцией. Да нет, если А и Б это собственное состояние физической величины некой, то дальше никакого расщепления уже нет. Да нет, повторяю. Вот здесь он взял квантовый объект какой-то, электрон. Он провел какое-то измерение, получил в состоянии А и в состоянии Б. Взял опять же этот же и получил А и Б. Это он берет один и тот же квантовый объект. Я понимаю. Дело в том, что когда мы измеряем электрон, он переходит в одно из собственных состояний некой физической. Да, да, это другой электрон. Не тот же электрон. Это еще один электрон. Один электрон, второй. Он проводится серия экспериментов. Серия экспериментов. Нет, одним электроном, естественно. Над одними и теми же квантовыми объектами, описываемой одной и той же волновой функцией. Понятно? То есть он не отскабливает электроны от экрана, на котором там была треференция, а берет другие электроны, которые летят из пушки. То есть проводится серия экспериментов, и в каждом из экспериментов с некой вероятностью должно получиться А или Б состояние. Предсказанной волновой функцией. И при каждом эксперименте копия нашего экспериментатора, нашего наблюдателя, переходит в новый мир, в котором реализуется либо одно, либо второе состояние. И на этом объяснение Милетовской интерпретации заканчивается. Все говорят, да, вот кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Я же говорю, что вот эта ситуация, вот эта ситуация, она в принципе логически неверна. Для этого нужно нам еще обратить на одно внимание. С какой вероятностью у нас появится... Вот, допустим, вот этот мир Б. Какая вероятность появления этого мира Б? По Эверетовской трактовке. Единица. И мира А тоже единица. То есть без разницы, какая вероятность должна быть предсказана, что с 90 вероятностью будет результат Б, с 10 вероятностью будет результат А, но сам мир А и сам мир Б появятся с единичной вероятностью. По Эверетовской трактовке. То обязательно, обязательно. То есть сколько бы ни было вариантов состояний, вариантов изменений, каждая из них при каждом изменении обязательно появится в одном из миров. После измерения появится энное количество миров. Да, вот по первому пункту, каждое измерение создает энн миров. При этом каждый мир, независимо от вероятности соотношения этих состояний, появится с единичной вероятностью. Он обязательно появится. То есть не может быть такого, что, скажем, мы по веретовской трактовке, что мы, скажем, делаем некое измерение, появилось только B, а достояние A не появилось. Мира A не появилось. Он обязательно появится. И теперь смотрим, с какой вероятностью появится мир A? Единица. После расщепления мира A с какой вероятностью появится мир A? Единица. После расщепления вот этого мира A с какой вероятностью появится это A? Единица. То есть из-за Веретовской тортовки следует, что с вероятностью стопроцентной будет некая мировая линия, некий наблюдатель, который в каждом измерении с вероятностью один будет получать только один и тот же результат. То есть это будет не квантовый мир. И аналогично здесь. То есть обязательно, кроме смешанных всяких миров, где наблюдатель будет получать то А, то Б, то А, то Б, то есть обязательно будет два мира в Веретовской трактовке, в котором всегда, при любых количествах измерений, будет получаться А и всегда будет получаться Б. И это не ситуация с подрастыванием монеток, когда мы говорим, что вероятность попадания десяти орлов мала, вероятность попадания ста орлов еще меньше, тысяч орлов, она ничтожна, но мала. Но есть такая вероятность. Здесь же с вероятностью один будет выпадать один и тот же результат. То есть Эверетовская трактовка в принципе не может быть принята, потому что она противоречит своим же положениям, что миры равноценны. То есть мы получаем неравноценные миры. То есть некий физик, проводя измерения, его дупликат в каждом мире будет получать одно и то же измерение. Сколько бы он не измерял, он будет получать всегда одно и то же. Потому что всегда одна из копий его измерения попадет в мир, где получится один и то же. Эверет тоже тоже новый каждый раз. Что? Ну каждый раз их дупликат новый, он же не знает, что другие. Нет, физик-то не... Я, в смысле, мой двойник помнит состояние меня. Вот я различился, да, штрих, я А и я Б. Я А считает, что это я, это моя линия. То есть я провожу эксперименты. То есть физик проводит эксперименты раз за разом и каждый раз получает результат А. Что противоречит? Получит. Это мы повторим этот эксперимент. Мы проводим над системой подходящего состояния А, что ли? Нет. Над системой, которая описывается волновой функцией взятой. Вот мы взяли... Первый раз он получит А, второй раз получит Б. Нет. Булат, Булат, Булат. Это вот вот этот получит Б, потом А, потом Б, вот вот этот. А вот этот А и А. То есть при каждом измерении, скажем так, при каждом измерении будет такой наблюдатель, такая моя копия, когда получит А. Копия-то тоже новая. Нет, она не новая. Это я. Я не знаю уж про копии. Ну а как вы тот же самый можете получить каждый раз А? Булат, еще раз поясняю. Вот я провожу эксперимент. Эксперимент, да? Провел. Получил А. Получил А, да? При этом в мире Б есть моя копия, которая получила Б. Обязательно, да? Про него мы забывали. Я получил А, да? Б тоже помнит меня, но я его не знаю, да, про Б. Но Б получил, а ты моя копия, мы ее не знаем. По веретовскому связи между мирами этнику, по веретовской трактовке. Я провожу следующий эксперимент над данным экземпляром системы, над следующим электроном. Опять, одна копия моя попала в мир Б, а другая моя копия в мир А. Не, ну неизвестно, что получится. Саша, аргумент остался понятен? Стас, повтори еще раз. Так нет, ну я-то говорил о том, что мне, когда вы рисовали такую линию, мне показалось, что второй эксперимент проводится над системой, состоящейся в состоянии А. Нет, нет, это мир А, это мир А, в котором проводится тот же эксперимент над системой Е. Да-ка, а что значит мир А? Мир А. Само начальник находится уже в состоянии А. Нет, мир А, это мир, в котором наблюдатель получил результат А. Мир А, это тот мир, в котором в результате измерения получил... Вот есть система Е, у которой в суперпозиции находится состояние А и Б. При измерении мир А, это тот, в котором получил результат А, мир Б, это тот, в котором получил результат Б. Вот так над системой Е, потом сколько они станут эксперимента, она станет получать А. Нет, это не система Е, это другой электрон, который подчиняется данному уравнению. А почему это другой электрон-то? Мы не можем два раза измерить одну и ту же систему квантовую. Да, конечно. Она будет уже самая же фиксированная. Это понятно, что будет всегда линия А и будет всегда линия Б. Я в общем-то понятно. Нет, ты говоришь, что это непонятно было. Мы измеряем каждый раз новые электроны. Возможности у Фонгера разветвляется, полная ветвь всех возможностей. Каждый раз у нас возможности ветвиться. Нет, в Украине только А, только Б. То есть мы получим, скажем так... Есть такая мощь, где только А. Формально получаем так, что при Веретовской трактовке, логически, следуя его позициям, мы получаем, что получится два мира, в которых вообще не действует квантовая механика. Вообще. Там всегда будет результат либо А, либо всегда будет результат Б. И при этом физик будет помнить, что я начал измерение, провожу, провожу, провожу Б, Б, Б. И мы знаем, что это не тот вариант, когда с монеткой. Он знает, что была вероятность, но все-таки может получиться орешка, когда получался орел. Здесь всегда будет тот же физик, который получит единичную вероятность результат Б. А здесь всегда будет тот же физик, который всегда получит только А. То есть вредовская трактовка изначально логически неверна. Она противоречит своим исходным положением, что мир распадается на одинаковые миры. Он не может распадаться на одинаковые миры. В этих мирах будет разная вероятность появления одного и того же результата. И скажем, если мы даже напишем, что результат А получается с 1%, а результат Б 99%, так вот этот результат с 1% будет появляться каждый раз при каждом измерении в неком из миров. И этот мир, существование этого мира равно единице вероятности его. Вероятность существования из всех миров порожденных, вероятность существования этого мира единица. Разница только в том, что разница в логическом понимании существования этого мира единица. А в этом мире с одной процентной вероятностью будет появляться событие Б. В этом мире событие Б никогда не появится. Нет, оно будет появляться с вероятностью 1%. Но сам мир будет с вероятностью 1%. То есть физик рассчитывает вероятность попадания результата А и 1%. Но сколько ни мерит всю свою жизнь, получает только один результат А. То есть равноценность миров нарушается. Ну вот и все. То есть эверетовская трактовка изначально логически не верна. Есть другие веретовские трактовки, при которых не происходит расщепление на реальные миры механические. А расщепление происходит только в сознании человека. Но это сложный. Это Менский занимается. Есть еще несколько наших физиков, которые пытаются применить квантовую механику для пояснения действия сознания. Вот и эффектов сознания. Тут Менский не утверждает, что расщепляются они. Но что при каждом сознательном акте мы воспринимаем лишь одну из интерпретаций. Все остальные остаются, но они не являются классическими. А по эверетовскому все они являются классическими мирами. Я могу даже зачитать, как у эверетов написано. Что касается вопроса, составляющего предмет спора, перехода от возможного к действительному, теория снимает это забоченность очень простым способом. Такого перехода нет. И при этом он уже и не нужен для теории в соответствии с нашим опытом. С точки зрения теории все элементы сурпозиции, все веты являются действительными. И один не более реальный, чем остальные. Не нужно полагать, что все кроме одного так или иначе разрушены. Так как все отдельные элементы сурпозиции индивидуального подчиняются волновому уравнению с полным безразличием. С присутствием или отсутствием реальности или нет любых других элементов. Это вполне, это полное отсутствие влияния одной ветви на другую. Подразумевает, что никакой наблюдатель никогда не будет знать ни о каком расщеплении. То есть он признает, что наличие неких классических миров, в которых появляется одно или другое состояние, проявляется в виде результата измерения. Он сказал, что в пантовой механике существует суперпозиция и в момент измерения слопывается волновая функция. И мы получаем... Это копегагинская интерпретация. То есть существует множество и получаем только одну всегда. Это копегагинская интерпретация, в которой все кроме одной суперсостояния пропадают куда-то. В реизмерении, да. Коллапс волновой функции, да. И Веретт был недоволен этим решением, предложил другое решение, что коллапса не происходит, просто происходит разделение миров, и каждое из возможных состояний реализуется в одном из возможных миров. И при этом, что выксомолам, они равноправны. Я показываю, что равноправными быть они не могут. Просто из обычной логики, стандартной. Что всегда будет мир, в котором вообще классной механики нет. Это странное требование равноправности. В принципе, откуда берется требование равноправности? Ну, оно берется из того, что ученый, проводя эксперименты, не может определить, в каком из миров он находится. Иначе, если бы он определял, в каком из миров он находится, то тогда бы он действительно мог понять, что они неравноправны. То есть, он же может посчитать, что одно из событий появляется вероятность 1%. Соответственно, этим самым он определяет, в каком мире он находится. Умеет мир с 1% или с 99%. Он появится в такой мир, в котором всегда будет один результат. Но согласно рассчитану, может быть 99%? А он получает, он не получает. То есть, он, соответственно, понимает, в каком мире он находится? Нет, не понимает. В смысле, по Эверетовскому он понимает, что у него разные получаются результаты. То есть, предсказано. То есть, скажем, вот в этом мире будет один результат, во всех множественных миров будет разный результат. А Эверет предполагал так, что все будет как при первом измерении. Ну, как будто бы нет расщепления. То есть, здесь есть противоречие между реальным состоянием измерения у нас в физике и тем, что могли бы получать физики при Эверетовской трактовке. Вопрос только от тех физики, которые приняли Эверетовскую трактовку. Что из этого они могли извлечь? А ничего, просто... Просто сказать... Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла, да. То есть, действительно, эта трактовка не влияет на измерения. То есть, ни на что не влияет. То есть, это просто такая... Ну, хотя, скажем так, есть большое направление около физическое. Эверетика, так называемая. У нас есть целая организация в России Эверетики. Есть президенты этой организации, Лебедев, с которыми я знаком. И даже они сейчас пытаются... Владимир Николаевич? Да. В смысле, Лебедев? Нет, нет, не тот. Да, да, да. Пытаются подойти к эксперименту, чтобы доказать. Потому что доказать Эверетовскую трактовку невозможно. Она лишь просто объяснительная такая. Применяется, я как упоминал, некоторыми философами для каких-то вопросов разъяснения функционирования, скажем так, сознания. Ну, не функционирования, а вот связанных с сознанием. Попытки объяснять. Попытка, что приблизительно так, что у нас есть мир находится в некоторой суперпозиции всех возможных состояний. И реально измеряемые состояния – это действия сознания. То есть то, что мы видим как вещи, как некоторые измерения, возможно только при наличии сознания. А вне сознания – это некая суперпозиция квантовой системы. Ну, в принципе, это напрашивается из квантовой механики. И сознание как механизм выбора между возможными состояниями. Да. Ну и тут упоминается, Минский упоминает, что при некоторых условиях можно сознание менять на этот выбор. И все транслиальные эффекты, что связано с, скажем, восточными практиками, реализуются именно тем, что индивидуальное сознание при некоторых условиях может сознательно менять выбор. То есть для нас, для всех смертных, у нас вот этот стол находится вот в таком виде, в каком он реализуется, вот в нашем сознании одинаково более-менее. Мы предполагаем, что мы его одинаково видим, хотя мы можем это доказать, да. А при некоторых условиях натренированное сознание может, например, там через него руку пропустить, там, или вообще его растворить у себя в сознании. Странно, что, так сказать, все мы, получается, находимся в одном состоянии. То есть у всех наше сознание видит это только стол. Да, да, но это не странно, потому что мы все обучаемся и воспитываемся совершенно в одинаковых условиях, при том, что генетический аппарат. Скажем, мышь летучая, которую видит с помощью ультразвука, она, конечно, по-другому видит мир. У нее другое создание, она по-другому расщепляет эту суперпозицию. Но стол для нее остается стол. Ну, она может по-другому его видеть. Ну, неважно, как она его видит. Ну, нейтрино пролетает сквозь стол, и для него нейтрино не существует стол. Ну, это же другая тема. Нет, просто, на самом деле, это маленькое замечание, что ведь это не есть не что и надо, это просто как предвеление событий. Каждый раз события, оно разветвляется, разветвляется, разветвляется. Неудивительно, на самом деле, что есть такие выживанные пограничные события, которые, как вы говорите, что с единицей, в крайнем случае. На самом деле, в нашем мире так, на самом деле. Просто из того, что мы живем в другом мире, и почему мы думаем, что нет такого вот мира, который так живет. Ну, вполне возможно. В на самом деле, вполне возможно, что, например, мы можем подбрасывать монету в каком-то мире, в каком-то мире, ввиду Ленин. Она всегда будет на ришке падать, всегда, сколько бы ее не бросали. В каком-то смысле это какая-то выжденная ситуация, конечно, но она возможная. Здесь основная проблема в том, что в эверетике постулируется равноправность этих миров. Это основная проблема. Мы можем себе представить действительно какой-то мир, в котором нет квантовой механики. Почему ее нет? То есть в этом мире это измерение всегда будет давать одно и то же результат. Значит, и квантовая механика не работает. Но как мы определим, что квантовая механика в этом мире работает, если при данном измерении мы получаем все время одно и то же результат? Давайте я расскажу, как здесь квантовая механика работает. Значит, что такое квантовая механика? У нас что здесь происходит, по большому счету? Вот. Чтобы показать, что вот это самое измерение, ну, оно в букву имеет отношение к квантовой механике, и не больше. Вот у нас есть, мы знаем, что у нас есть некое состояние. У нас есть измеряемая величина, наблюдаемая некоторая есть, и у нее определенного рода состояние. Вот эти состояния будем писать вот так. Например, вот. Например, первое состояние. Один. Это вот декартовские такие координаты, скобки. Теперь, когда, как у нас, что это такое решение? Это когда у нас вот этот один, здесь, скажем, будет E, это число, равняется H. H оператор у нас, вот здесь E, это вот такая штука. Тогда это чисто называется собственными состояниями. Понятно, да? Действие оператора, Вова, оно изменяется умножением на некоторое число. Да, я понимаю, после тем временем, который будет смотреть. Для таких вещей. Нам-то понятно. Для таких вещей, вот это, да. Значит, и таких состояний очень много. Ну, допустим, да. После этого у нас появилось такое состояние один, допустим, состояние, а не электрона. Взяли состояние электрона. Теперь мы переходим к плотности вероятности. Что такое плотность вероятности? Ну, например, вот у нас есть ведро, вот здесь у нас есть электрон, и вот область такая обозначенная вот этим, объемом R, вот здесь R, а это объемом B. Значит, когда мы вероятность нахождения электрона в этой штуке, мы находим следующим образом. Берем сопряженную скобку, вот эту один, да. Мы решили эту задачку, получили E1, там некая, да, или 1. Потом мы ее ставим сюда, значит, эту единичку, вот так сюда, да. Берем интеграл, берем интеграл, поэтому вот там самым объемом, и по ДВ. Это все понятно, так сказать, с точки зрения значков, а с точки зрения объяснения квантов. То есть, смотрите, то есть с этой, значит, самой ситуацией мы находим здесь всегда плотность вероятности, которая у нас сюда происходит. Раз мы находим здесь всегда плотность вероятности, теперь нам говорит Эверет, что, о, блин, ребята, молодцы, мы здесь, значит, всегда будем... А, это у нас Александр говорит, суперпозиции здесь нет, она не нужна, нахер она нужна. Нет. Весь прикол-то в Эверетовской, что у нас есть суперпозиция, и при измерении мы получаем несколько различных значений. Ну, так, а мы работаем только с чистыми, у нас вот мир с чистыми измерениями. У Игоря он не измеряется, он вычисляется. Ну, это вот, вот так работаем. А суперпозиция, дальше, откуда возникает суперпозиция? Берем состояние 1 и 2, да. Вот это вариант, Драссмар. Плюс 2 берем состояние. Легко понять, что эти штуки будут решением вот этого самого, этой вещи. Вот, они будут его состоянием. Имеют они какое-то отношение к квантовой механике, то есть к решению вот такого уровня у меня? Ну, какое-то отношение, но очень небольшое. Ну, вот, с которым Саша рассказывал про квантовую механику, это вся эта штука начинается, игра начинается, она сбоку, с припекла. А настоящая игра строится вот так. И представьте себе, даже без суперпозиции, когда мы здесь сюда все время попадаем, вот, прекрасный светлый мир, да, что в котором всегда электрон находится в этом самом объеме. Он всегда находится вот в этом самом объеме. Ну, такой мир же можно представить. Он не здесь находится, не вне, а здесь. Потому что, когда мы вычисляем вот эту вероятность Т, это вероятность того, что у нас электрон попадет в вот этот самый объем. Ну, такой мир. И что? У нас этот мир чего-то зависит, раз. Во-вторых, никакого, вот я возвращаюсь к аргументу Стаса, никакого уветвления здесь не происходит. Согласись, да, Стас? Потому что мы попали вот в эту самую волновую функцию 1. И мы из нее никогда не будем. Когда мы будем решать это уравнение для другого электрона, они же частицы у нас неразличимы, мы опять получим ту же самую единицу, и опять получим этот В. Тогда в чем сок возражения? То есть нет никакого ветвления. А если все время воспроизводство в состоянии 1, в состоянии 1, в состоянии 1, и все, ветвления нет. То есть, с вероятностью 100% мы будем попадать в эту самую. То есть, мы как раз попадаем в ту самую линию, которая будет вырождена. Вероятность поймать электрон за этим объем равна нулю. Равна нулю, да. Равна нулю. Но при этом состояние описано состоянием Е. Самое важное, что же ты здесь наблюдаешь на практике? Ты энергию наблюдаешь. Вот единственное, что ты реально наблюдаешь, это, согласись, да, энергию. Потому что это энергия перехода, вот ты ее нарушаешь. И ты ее даже в таком мире редуцированном. Всегда будешь наблюдать Е1. И у тебя всегда квантовая механика. Мир всегда будет квантовой. Всегда вот это будет. Вот это энергия Е1. Был такой оператор. Вот там сложный. Там был Аплассиан. Единица на... Что такое? Проблемы измерения, да? Здесь проблемы измерения вообще не вижу. Нет, 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 нет. Подожди, где же проблемы измерения? А проблема измерения, проблема коопсов в новой функции. Почему? Потому что когда у тебя квантовая механика вот так стройная, красиво излагается каким-то образом, люди пытаются дать этому делу различные роды интерпретации. Интерпретации дать. Вот. Вот это самые вероятности. Из них возникает у кого-то коопсов в новую функцию, у кого-то не коопс, а у Бома. У Бома, да. Это сбоку. Сбоку квантовой механики это представлено. Поэтому говорить ни в коем случае, что у вас, что это аргумент, что есть какие-то там ветвления, самое главное надо понимать, что ветвления никакого нет. Нету стас ветвления. Ну здесь нет, конечно. Конечно нет ветвления. Никакого ветвления нет. Ты всегда опираться одной, это уже системы. У тебя есть новые электроны. Сколько раз? Это вырожденная линия. Нет, нет, нет. Я поясню. Полностью с Игорем согласен. Я вообще не касался квантовой механики. То есть именно вот этого дела. То есть есть некая сбоку припеку, интерпретация квантовой механики, предложенная Веретом, и моя задача стояла показать, что она изначально, внутренне противоречива. Ты показываешь, что для нее вообще нет дела. Она вообще ни при чем. Я так хочу сказать, возвращаясь уже от аргумента стаса, прихожу к аргументу Булата. Потому что как только мы оказываемся вот в таком мире, где у тебя весь электрон средоточен всегда во пьеме Верет, мы вплотную не видим никакой разницы между подбрасыванием монетками и вот этим же аргументом. Точно так же можно вообразить некий мир, где всегда будет выпадать решка. Ну точно так же. Но от этого чего зависит? Ничего не зависит. Вот так вот, такие вот эти слова. Это вот слова в общем-то о квантовой механике. А что там у посветленное сознание, которое может ходить сквозь стены, это уже не имеет к этому никакого отношения. А давай об этом тоже расскажем. Не знаю как. Ну вот все, вот это что я могу сказать. Цимес, цимес, да? Слово такое на иврите выучил. Он состоит в том, что даже вот в таком этой штуке у вас спектр будет одинаковый. Вот Е1, ты мерим Е1, но не с вероятностью мериться точно. Вот так. Все, спасибо.